Вы давно мечтаете обучаться в Европе? Вы хотите получать стипендию, но не знаете, с какой стороны подойти к этому вопросу? Вас пугает высокая стоимость обучения? Вы не знаете, куда писать, откуда брать информацию и вообще, что делать с документами? Тогда, ребята, это видео для вас. В сегодняшнем видеоролике я хочу поговорить о образовании в Европе, а именно в Италии. Для многих людей это уже не секрет. Именно Италия в 2022 году, а сегодня именно сентябрь 2022 года, является лидером по образованию среди постсоветских стран. Очень много ребят сегодня едут учиться в Италию, они поступают на гранты и получают стипендию. Поэтому, ребят, если вам интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал. А я напоминаю, меня зовут Адылан Варов, мне 25 лет, я родом из Казахстана, город Алматы, и я учился в четырех разных университетах и никогда не платил за свою учебу. Поехали! Первый момент, на который стоит обратить внимание, ребят, это подготовка документов. Начинать собирать документы нужно сегодня. Сегодня у нас 5 сентября, и я хочу сказать, что документы даже надо было уже собирать. Вчера. Ребят, поверьте мне, если вы вовремя начнете собирать свои документы, если у вас будет полный список документов, и все будет готово, это уже половина работы. Поэтому, ребят, не поленитесь, не откладывайте в дальний ящик, просто начинайте собирать документы. Какие документы вам понадобятся? Список документов. Первое, что вам понадобится, это ваш диплом о завершении обучения. Если вы собираетесь на программы бакалавра, обратите внимание, что на программы бакалавра зачисляют только после 12 лет обучения. Поэтому здесь вам понадобится либо 11 лет школы и 1 год университета, либо 9 классов школы и 3 года колледжа. Ребят, обратите внимание, это очень важно, поэтому подготовьтесь к этому и будьте готовы подавать документы после 12 лет обучения в школе или колледже. Если вы поступаете на магистратуру, то здесь гораздо все проще, потому что в целом вам надо иметь 15 лет обучения, то есть 11 классов школы и 4 года бакалавра. Что касается диплома, то, конечно же, если вы обучаетесь в России, в Казахстане или в каких-то других постсоветских странах, ребят, ваш диплом нужно будет перевести на английский язык, если он на казахском или на русском языке, соответственно. Обратите на это внимание. Второе, ребят, что вам надо, это сдать тест IELTS. Я неоднократно говорю в своем блоге. Кстати, подпишитесь на телеграм и инстаграм, там я тоже вещаю и рассказываю много полезной информации. Так вот, ребят, обучение в 2022 году должно быть только на английском языке. Это не может быть ни чешский, ни словацкий, ни какой-нибудь казахстанско-турецко-французский. Нет, ребят, только на английском языке. На сегодняшний день в Италии есть большое количество программ именно на английском языке. Обратите внимание на университет Падовы, Милана, политехника Демилана, топ университет, 130-е место в мире. Это очень крутые показатели, ребят. Посмотрите, я настоятельно вам рекомендую, и это самый лучший университет Италии. Затем есть Сапиенце в Роме, университет Болоньи. Это очень круто. Ребят, много программ, в целом вы точно найдете что-то для себя. Поэтому сдаем тест Айлс и рассчитываем на 7 баллов. Я верю вас, ребят, вы точно можете подготовиться к 7 баллам. Третье. Ребят, обязательно собираем портфолио. Нужно иметь все документы, которые расскажут, какой вы молодец, что вы самый лучший, и что именно вы достойны стипендии. Я напоминаю, в Италии существует два типа стипендий. Первый это Merit-Based Scholarship. Это то есть ваша стипендия по знаниям, где оценивают ваши академические достижения, ваши заслуги, что у вас есть позади, ваш бэкграунд. И второй вид стипендии это Need-Based Scholarship. Это значит по вашему финансовому положению. Если у вас недостаточно денег, и ваша семья не может оплачивать ваше обучение в Европе, то итальянское государство, итальянское правительство оплатит его за вас. Поэтому, ребят, Merit-Based Scholarship и Need-Based Scholarship – два варианта, о которых мы сейчас поговорим. Первое, о чем я хочу поговорить, это, конечно же, Merit-Based Scholarship. Если, ребят, вы успешный студент, если у вас есть публикации, если у вас хорошее резюме и CV, если вы действительно хорошо учились в школе или на программе бакалавра, то этот вариант точно для вас. Итак, что для этого нужно и какие выплаты вы можете получить в Италии по этой стипендии? Итак, первое. Первое – это Bronze. В этом случае вы поступаете на бюджет. Это значит, что итальянское государство, итальянское правительство просто оплатит стоимость вашего обучения. Второе – это Gold. На Gold уровне там уже все гораздо поинтереснее. Вы получаете полное место на бюджете. Это значит, опять же, весь Tushin Fee покроет за вас итальянское правительство. И второе – вы получаете 5000 евро на руки. Но обратите внимание, что подавляющая часть – это около 4-4,5 тысяч евро – уйдет на покрытие ваше общежитие. И на руки в итоге вы получите только 500 евро. И третье, самое жирное, самое сочное стипендия – это, конечно же, Platinum. Platinum – цифры куда более интересны. Во-первых, вы не платите ни копейки за свое образование. То есть, весь академический год вы учитесь бесплатно. Второе – проживание в общежитии. И, конечно же, вы получаете еще 5000 евро на руки в виде трех траншев в течение года. Я думаю, что этих денег, именно 5000 карманных расходов в год, в Италии более чем достаточно. Итак, что же нужно для того, чтобы поступить на эту стипендию? Внимание! Чтобы подать документы на эту стипендию, не нужно делать ничего. Как только вы подаете свою заявку в университет, вы уже автоматически подаете заявку и на эту стипендию. Поэтому, ребят, все, что от вас надо – это собрать еще раз документы и иметь хорошее портфолио на руках. Если у вас средний балл, скажем, в школе 4,8-4,9 – это уже хорошо. Если у вас тест IELTS 7-7,5 – это еще круче. Если у вас есть какие-то проекты, например, я в свое время делал проект по озеленению школы. Это был такой экологический проект, и я поступал на экологический инженеринг, что действительно сделало мне карьеру. Действительно, как только университеты смотрели, что я делаю в своем юном возрасте, а мне тогда на секундочку было 16 лет, я делал такой классный проект, и я получаю финансирование, в то время мне дали целых тысячу евро, чтобы я посадил деревья в своей школе. Это действительно было очень круто, и это действительно подкупало многие университеты. Поэтому, если у вас есть такая же история, или если вы учитесь на бакалавре, у вас есть уже какие-то научные публикации, если вы публикуетесь в хороших журналах, где есть хорошие рейтинги, то это тоже вам дает большое количество кредитов. Поэтому, если все это у вас есть на руках, обязательно вы можете выиграть эту стипендию, и я надеюсь, что у вас все получится. Давайте поговорим о следующей стипендии, это Invest Your Talent, и эта стипендия подходит для жителей и студентов из Казахстана. Простите, для России этот вариант не работает. Поехали! Что касается стипендий Invest Your Talent, здесь все немножко сложнее. На самом деле, документы нужны, в принципе, все те же самые. Во-первых, вам понадобится диплом бакалавра. Обратите внимание, что эта стипендия дается только студентам магистратуры. И, что очень важно, то, что у вас на руках уже должен быть готовый диплом бакалавра. Не пойдет справка с четвертого курса, которая говорит, что этой весной вы закончите. Ребят, эта стипендия дается только тем, у кого уже есть диплом бакалавра. Обратите внимание, очень важно. Также, помимо диплома, вам нужно будет записать одно минутное видео. Если вы крутой инстаграмер или тиктокер или ютубер, это точно шанс для вас. Если вы креативный человек или девушка, у вас точно все получится, ребят. Я точно у вас верю, поэтому дерзайте, этот вариант для вас. Что касается сроков, то каждый год сроки подачи, они меняются. Но в основном надо рассчитывать на ноябрь месяц по февраль. Обычно это конец ноября, середина февраля или что-то плюс-минус. Конечно же, могут быть сдвиги. Поэтому актуальную информацию смотрите на сайте университета. И все ссылки я оставлю в описании. Также, ребят, результаты этой стипендии выходят 30 июня каждого года. Поэтому, ребят, обратите внимание, тоже хороший вариант. Если вы с Казахстана, это точно может быть ваш вариант учиться бесплатно в Италии. Что касается выплат, то по выплатам здесь примерно все то же самое. И я хочу сказать на своем опыте, что этих денег точно хватит жить и учиться в Италии. Также эту стипендию можно будет продлить на второй курс магистратуры и полностью закрыть учебу в Италии, не потратив ни цента из своего кармана. Третий вариант оплачивать свое обучение и проживание в Италии – это стипендия Need Based Scholarship. Ребят, хочу сказать, что подавляющее большинство студентов, которые едут в Италию, они едут именно на эту стипендию. Что это такое? Дело в том, что, к сожалению или к счастью, на территориях, в которых мы проживаем, то есть постсоветское пространство, заработки не такие уж и большие. И большинство семей по меркам Италии не зарабатывает достаточно денег, чтобы оплачивать ваше обучение в Италии. Поэтому, ребят, много ребят на 2022 год получают эту стипендию. И если все сделать правильно, если собрать все документы, как надо, и подать заявку вовремя, то эта стипендия гарантированно окажется у вас в кармане. И для этого не нужно ничего делать, не нужно быть суперкрутым учеником, не нужно иметь никаких проектов и публикаций. Нужно просто все сделать правильно. Итак, поехали. Первое, что у вас попросят, и самое главное, это доход на вашу семью. Как определяется ваша семья? Ваша семья, это не только вы, ваш папа, мама и брат с сестрой. Нет, ваша семья, это все, кто прописан в вашем доме. Повторюсь еще раз, все, кто прописан в вашем доме, даже если это какие-то левые люди, ваш дядя или тетя, который приезжает раз в год, они все равно будут считаться вашей семьей. Поэтому обратите внимание, если этот самый дядя или тетя или друг сват сказочно богат, у него тоже попросят его доход. И может получиться так, что если у вас очень большое количество людей в доме, и они все получают по чуть-чуть денег, то на всю семью окажется, что денег в принципе достаточно, и вы можете пролететь с этой стипендии. Поэтому попросите родителей выписать всех. Нам нужна стипендия. Это первый шаг. Как же определяется доход вашей семьи за предыдущий год? Ребят, здесь все просто. Во-первых, нужно взять выписку из банка за предыдущий год. Сколько денег у вас есть на счету? Второе, сколько вы заработали? Сколько заработали вы? Сколько заработал ваш отец, мама? Это все тоже очень важно. Дальше. Нужно будет взять справки на недвижимость. Сколько у вас есть недвижимости? Чем, какими богатствами ваша семья может манипулировать? Это все очень и очень важно, ребят. Пользуясь случаем, я хочу попросить подписаться на мой канал, поставить лайк. Если честно, вам не трудно. Напишите еще комментарий, откуда вы смотрите меня и в какой университет Италии вы собираетесь поступать. Вам не трудно, а мне очень приятно. Плюс это помогает моему каналу расти. Кстати, мы преодолели порог в тысячу подписчиков. Спасибо, это в первую очередь ваша заслуга, ребят. Всем спасибо. Продолжаем. После того, как вы соберете документацию о финансовом состоянии вашей семьи, эти документы нужно будет перевести на итальянский язык. Обратите внимание, что это нужно делать только через определенных переводчиков, которые получили аккредитацию от итальянского посольства или консульства. Это очень важно. Помимо этого, нужно также будет собрать диплом. Если вы, опять же, повторюсь, поступаетесь на бакалавр, то это должно быть 12 лет обучения. И на магистратуру это 15 лет обучения. Что касается подачи документов, если вы уже учитесь в Италии, то подавать, продлять стипендию это где-то июль-август месяц. И если вы подаете в первый раз, это август и сентябрь месяц. Обратите внимание на дедлайны, потому что, если вы не успели, никто ждать не будет. Поиск просто уйдет, калитка захлопнется, и вы не получите стипендию. Также, ребят, обратите внимание, что совмещать стипендии в Италии в основном, в большинстве случаев нельзя. Если вы получили Merit Base Scholarship, то вы не можете совместить ее с Need Base Scholarship. Вы можете сделать выбор только в пользу одной стипендии. Но есть исключение. Университет в городе Питца, это именно то место, где можно совмещать две стипендии. Поэтому также обратите внимание на этот университет. Посмотрите описание на главном сайте этого университета. Там все четко расписано. И я верю, что у вас все получится. На этом все, ребят, как-то так. Большое спасибо. Меня зовут Адыл Анваров. Мы все еще с вами в Брюсселе. И я получаю очень большое количество сообщений, как и позитивных, так и негативных. Хейтеры, спасибо. И, конечно же, люди пишут, Адыл, мы хотим поступать в Европу. Можешь, пожалуйста, подсказать, проконсультировать. Честно, я стараюсь ответить по максимуму всем. Но у меня не всегда получается. Потому что, во-первых, я тоже человек. Во-вторых, у меня есть работа, у меня есть курсы голландского языка. И я всем отвечу, как только придет время. Всем спасибо, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И я вас люблю. Пока-пока. На самом деле, ребята, обратите внимание, Италия это реально очень круто. Это классный народ, классная кухня, классная архитектура. Можно путешествовать. Это Европа. Шенгенская виза, обучение на английском языке. И достаточно приятный климат. Почему бы и нет? Потому что вы увидите, что у нас в Бельгии наступает сезон дождей. Это серая погода, серый климат каждый день. Туча облака, дождь. В общем, не самое приятное. А в Италии нам круто. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.